так друзья всем доброго дня сегодня у нас интересная статейка интересное видео собственно битые машины чем они страшны и стоит ли их покупать вот мне задает этот вопрос просто куча моих подписчиков читателей блин ходит прям куча мифов что если чуть ли не ободрана крыло автомобиля либо дверь там чуть замята брать ее не стоит все это страшно там и так далее друзья битье бывает у нас различные она бывает не такое сильное бывает не такой критичный а бывает просто металлолом и я разделяю такие машины скажем так на три основных типа но прежде чем нам начать с вами видео рассуждать скажем так я хочу сказать у меня в статье будет голосование в описании можете найти ссылку на эту статью переходите проголосуйте мне интересно покупали ли выбитые автомобили или не покупали ну что а теперь давайте начнем и начнем именно со строения кузова современного автомобиля сейчас у нас существует два таких больших типа не будем там разбирать всякие подвиды в основном это у нас несущий кузов идет и рамный кузов не будем затягивать быстро и конкретно несущий кузов у нас легкий но менее прочный собственно здесь у нас варится такой вот скажем так силовой каркас силовая вот это вот капсула сейчас она делается у нас в основном там из каких-то легированных материалов легированных сталей и на этот вот силовой каркас навешивается все остальные уже запчасти то есть это у нас идет оперение там крылья двери заднее крыло багажник крыша капота бампера там и так далее также на этот кузов у нас навешивается двигатель трансмиссия там привода задний мост там и так далее этот кузов у нас легкий еще раз повторюсь делается это для чего для того чтобы уменьшить расход топлива для того чтобы этот автомобиль был у нас маневренный там высокие скорости на нем были и так далее и тому подобное то есть он создан в основном для города для трассы но этот кузов менее прочный как я уже сказал выше и при каких-то фатальных авариях он нется так что восстановить его практически невозможно а если и восстанавливают его то он может потерять геометрию и быть уже небезопасным про это мы поговорим чуть ниже рамный кузов как я считаю это ну точнее неправильно говорить рамный кузов рамная конструкция автомобиля здесь есть у нас вот такая прочная рама и уже на эту раму у нас навешивается двигатель трансмиссия задний мост передний мост там вся подвеска и так далее то есть есть куча видео в интернете где вот здесь вот ставят бак подключая топливную систему и это одна рама она может ездить без кузова то есть по сути сверху можете повесить там любой кузов там пикап еще но если позволяет конструкции скажем так вот здесь вот сверху это все навешивается и все соответственно если вы повредите кузов то на основную раму практически это никак не скажется ну если конечно вы не будете лететь там 200-250 километров в час и не ударить бетонную стену то здесь конечно рама у нас тоже может вот так вот там погнуться лопнуть там и так далее там подобное еще раз повторюсь эта конструкция у нас очень прочная но она очень тяжелая ну не рассчитана для города что ли она ставится у нас в основном на какие-то тяжелые внедорожники она ставится у нас на автобусы она ставится на грузовые автомобили для города рассчитаны только скажем так автобусы до чтобы вот они могли перевозить большое количество пассажиров а вот вот тяжелые внедорожники ну тяжелые внедорожники для города они не рассчитаны вообще никак во первых они убийцы бензина во вторых высокие клиренсы вот эти вот на трассе их водят туда-сюда то есть в основном они рассчитаны на какое-то серьезное внедорожье покорять там грязь не но еще раз повторюсь вот основные удары вот по кузову куда-то если вы что-то помнете ну для рам практически ну не страшны здесь даже и геометрия не страшно то есть вы кузов выкинули повесили другой и у вас работает опять-таки все нормально ну что друзья с кузовами мы определились определились что рама у нас очень прочная чтобы повредить ее я не знаю что нужно сделать сейчас мы начнем разбирать как раз таки вот наше битье наше повреждение и первый тип который очень любят перекупщики я называю это просто чиркнули то есть опять я вот здесь вот ставил эту картиночку нашего силового кузова и вот этого оперения это когда у нас повреждается какой-то вот этот вот элемент оперения да то есть либо там бампер вот здесь вы чиркнули здесь бамперы переднее крыло здесь заднее крыло здесь там какой-то порог Дверь чиркнута Я считаю, что такие автомобили Можно смело брать Это смешные, реально смешные Аварии, бывают даже какие-то замятости Вот здесь вот в дверях В крыльях там бывает Не просто притертости, а замятости В крайнем случае вы замените один элемент Ничего страшного не случится То есть геометрия кузова И вот эта силовая капсула Она у нас вообще практически не пострадала А все вот это оперение Это все такие мелочи Причем, друзья, я хочу вам так сказать Когда вы продаете автомобиль Вы честно говорите покупателю Что была авария Повреждала я там нечаянно Фару разбила, бампер повредила Переднее крыло повредила Но силовой каркас задет не был То есть авария была такая не сильная Вот чеки, вот заказ наряда Мне все покрасили, все восстановили Все прекрасно, как видите Ну то есть Ничего страшного в этом нету А причем знающий человек все равно толщиномером все это промерит И все равно он найдет это битье Так что не врите То есть когда вы говорите честно Что вот здесь вот были какие-то легкие аварии В этом ничего страшного нету По статистике ГИБДД Сейчас около 70% автомобилей Попадали в те или иные аварии На территории России Вы просто вдумайтесь в эти цифры То есть это практически из трех автомобилей И два у нас бывали в авариях В той или иной степени тяжести Поэтому такие автомобили стоит брать Ничего страшного еще раз повторюсь Нету Если вы начинающий водитель Покупали автомобиль новый И где-то его притерли Чиркнули Бывает приезжает перекуп И он начинает вас короче там разводить Ой да у тебя вот здесь вот крыло чиркнуто Да оно там начнет гнить Да тебе его там покрасили То есть все Ой давай мне скидывай чуть ли там не 30% цены Посылайте его сразу в жопу То есть иди в жопу вот так вот говорить Извините за выражение Почему? Потому что они этим сбивают цену Они потом могут этот элемент даже перекрасить По новой там шлифануть Или как-то просто шлифануть Они прекрасно понимают Что это ничего страшного В этом нету А вам они по ушам ездят А вы где-то слышали Что битье это плохо Да и вы на это ведетесь Еще раз друзья повторяюсь Если у вас не было сильного битья Были какие-то притертости Причем зачастую вот такие притертости Как вот на этой Mazda Они могут исправляться у нас полировкой кузова То есть полирнули И все этого битья и практически нету А вот второй тип Это здесь уже нужно думать То есть второй тип Это сильный удар Так называемый Как я говорил Что у нас есть Вот этот силовой каркас У автомобилей И если вы что-то повреждаете Либо здесь лонжероны какие-то Либо здесь силовые вставки Передние Там задние И так далее Ну вот здесь вот есть пример Вот здесь задняя часть Уничтожена буквально Здесь у нас передняя часть Уничтожена Здесь у нас видно Что удар был вот сюда Повело лонжерон там И так далее Там подобное То эти автомобили Если и стоит покупать То стоит их покупать Ну я не знаю Я бы их наверное купил Больше на запчасти Я бы их не восстанавливал Почему я так говорю Друзья Смотрите Все современные Автомобили У нас идут Запрограммированной Системой Пассивной безопасности Что это такое Когда вы попадаете В аварию Либо передняя часть Автомобиля Либо задняя часть Автомобиля Да То есть у вас там Приходится сильный удар То автомобиль У нас мнется Вот видите Мнется Он превращается Просто в консервную банку Сам водитель И пассажиры У нас не страдают То есть так это программируют инженеры Что вот кузов у нас складывается Как консервный банк У нас может уйти двигатель Под днище автомобиля Может сложиться там рулевая рейка Выстрелят подушки Ну вот здесь вот лопнут Какие-то там элементы кузова Но все делается так Чтобы вот эта вот капсула С водителем и пассажирами Она была у нас Ну как бы не пострадавшей А гасит как раз удар Вот эти вот части Они просто сминаются И превращаются в гармошку Что у нас делают мастера То есть такие автомобили Восстанавливают И восстанавливают Достаточно часто Вот видите Здесь вот у нас Просто автомобиль Сзади какая-то гармошка Его вытягивают Вот здесь вот Алонжерон вытягивает И так далее А что Нам нужно усилить этот элемент Да У нас вот он смятый Нам как-то его нужно усилить И что делают Начинают приваривать Вот здесь вот идет у нас уголок Вот так вот Здесь идет у нас Какая-то металлическая пластина Усиленная Здесь тоже не пойми Там уголок или что-то И как бы вроде Кузов-то восстанавливает Но у него системы Пассивной безопасности Уже нету Восстанавливают Кстати вот такие вот капоты Вот видите Здесь капот сложился У нас под 90 градусов Это делается специально Чтобы Ну как бы капот Не срезал нам крышу Чтобы он не пошел Вот сюда вот Если бы капот у нас был С какими-то усилителями Он бы у нас не мялся Вот так под 90 градусов А он бы пошел вот сюда Вот и срезал бы крышу И опять-таки я скажу Друзья Все это восстанавливают На капот у нас наваривают Уголки Уголки наваривают Еще на какие-то другие элементы И здесь уже не идет речь О какой-то пассивной безопасности Вы можете купить Такой автомобиль И с виду он будет Весь прекрасный И красивый Но при последующем ударе Не дай бог При сильном ударе Все вот эти вот уголки Могут залезть у нас в салон Вот этот капот Если восстановят Он у нас так же пойдет И вот так вот срежет крышу Уголки лонжеронов Они могут так же пройти И просто проткнуть вас То есть здесь уже Никакой пассивной безопасности Речи не идет Дальше Геометрия кузова Если вот этот автомобиль Например Для примера беру Восстановили И восстановили неправильно То может как минимум Жраться у нас резина То есть пойдет износ резины То есть нет уже Правильной геометрии кузова Также могут плохо Закрываться двери Там из стекол Из уплотнителей Будет течь вода Кузов будет у нас Быстрее там гнить То есть будет продувать Ветер из дверей Там и так далее И тому подобное То есть замучаетесь Работать на резину Ну и соответственно Такие кузова у нас Быстро разрушаются Почему? Потому что у них Оцинковка была у нас Повреждена И когда все это Восстанавливалось Соответственно никто там Цинком ничего не обрабатывал По новой Ну и собственно Два-три года И он начинает у нас Цвести Ржаветь Гнить И в общем Ну распадается Как правило шпаклевка Которая вот здесь вот Наносится Она там отваливается Вспучивается Там и так далее И тому подобное То есть вот второй тип После сильного удара Друзья Нужно очень сильно думать Стоит ли вам покупать Такой автомобиль Не стоит Итак друзья Ну и третий тип Это машины-конструкторы Пришло все это к нам С Японии Где предприимчивые японцы Ну наверное в совокупности С нашими перепродажниками С России С Дальнего Востока Начали пилить автомобили Вот-вот Примерно по таким вот линиям Ну каждый автомобиль Пилится там По определенным линиям Завозится все это Как машинокомплект Как запчасти А здесь у нас Его уже сваривают Обратно Восстанавливают И получается у нас автомобиль Все это делается для того Чтобы не платить налоги Раньше это существовало У нас только в Японии Сейчас все чаще Берется 2-3 машины Отрезается Сваривается У нас уже на Скажем так Европейской территории России Потому что сейчас Битья иномарок Все больше и больше Становится То есть Берется одна часть Там Задняя часть Например с одного Автомобиля Передняя часть С другого автомобиля Все это сваривается В один автомобиль Получается как бы целый Друзья Здесь опасности Такие же Как у второго типа Не знаем Как это все Сваривается Какими все это Уголками у нас Усиливается Как это все усиливается Это все не запрограммировано Пассивной безопасности Здесь нет Абсолютно Никакой И самое опасное То что вы Можете не вычислить Такой автомобиль Почему? Потому что С вида то все целое Как бы И крылья И двери И крыша Там Да То есть Только в каких-то частях Сваривалось Которые вы можете И не увидеть Вот Поэтому вы покупаете Вроде как целый автомобиль А в итоге Потом выясняется Что это конструктор На моей личной практике Я конечно не жестянщик Друзья Да Но я вот разговаривал С мужиками Которые работали В кузовном цехе Они говорят Что Брать стоит Только первый тип То есть Первый тип Вы Купили Как где-то у вас Там крыло Повреждено Дверь Там Это ничего страшного Это все такие мелочи Да В крайнем случае Можно купить новую дверь Там новое крыло Повесить Покрасить Там И все Даже заметно Ничего не будет А вот второй Третий тип Здесь нужно думать Третий тип Я бы вообще Наверное Отказался Ну и от второго типа Отказался От покупки Если вы видите Усиление Какими-то там Уголками Листами Железа Лонжеронов Там То все Сразу отказываемся То есть Это Ну как минимум Если хорошо Автомобиль был сделан То может Жрать резину А как максимум При столкновении Этой пластиной Может прорезать Вас в салоне Вот А на своей практике Я видел Вот эти вот машины Конструкторы У нас у парня Была старая Тойота Королла Праворульная Да Которая была Привезенная С Японией И она реально Развалилась У нее вот здесь Вот сначала Не закрывалась дверь А потом Ну вот здесь Вот лопнула Здесь И здесь На пороге То есть Машина реально Развалилась То есть Это был реально Конструктор А теперь подумайте Если При каком-то Повороте Крутом Если вы Не дай бог Ушли Куда-то В кювет Эта машина Просто развалится На две части Если у вас Кто-то влетел Машина разваливается На две части Вы просто Из нее Вылетите То есть Это ваша безопасность Я конечно Понимаю Что хочется Купить Подешевле Но Я не знаю Не стоит Наверное Игра Свеч Я так считаю И еще Друзья Когда вы Покупаете Автомобиль Обязательно Берите С собой Знающего Человека Знающий Человек Он как бы У него же Глаз на это Набит И он видит То что вы Можете не увидеть Как там покрашены Лонжероны Как там лежит Шпаклевка Как то Как все Толщиномер Возьмите Посмотрите Как закрываются Двери Как вставляются Стекла В кузов Нет ли там Каких-то щелей Бывают щели Такие Тоже на моей практике Было Вставляли Лобовое стекло Родное А там Между Между Кузовом И Уже Уплотнителем Там То есть Уплотнитель Все вставили Там Чуть ли не 5-7 Миллиметров Там Была Такая Дырень Из нее Дуло Вода Затекала То есть Кузов Был битый Конкретно И Восстановили Его Хреново Берите Нормальных Людей Смотрите Автомобили Если Если хотите Взять Битье Берите Из первого Типа Второй Третий Тип Я вам Реально Друзья Не советую А если Вы все Таки Выбираете Второй Третий Тип То Ездите Аккуратно Ну Просто Понимайте Что вы Используете На свой Это Страх И риск Друзья Вот такое Вот Видео Получилось Вот такая Вот Статья Переходите Голосуйте Пишите В комментариях Ездили Вы На битье Ездили Вы На конструкторах Мне Интересно Ваше Мнение А у меня На этом Все Друзья Подписывайтесь На мой канал Будет еще Много Интересных Видео Все Друзья Всем Пока